В Тани такой есть паук, ну, фаланга. Они же, пауки прожорли, они, ну, жрут, жрут, а потом лопают, и вот, короче, вот такая у них система. А есть вот такая фаланга паук, она, между прочим, хитрая. Она, когда покушает, она на дерево лезет, 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 лезет. Если брекнулось с дерева, не долезло до какой-то цели, всё, она прекращает есть. Значит, ей уже хватит, всё, она нет. Вот, этот паук всегда проверяет свою прожорность на дерево лезет, лезет. Если он брякнулся с дерева, всё, значит, прекращает есть. Если он там долезет, значит, ещё надо кушать, значит, вот. А если он уже не долезет до какого-то места, всё, у него определённое такое место есть на дереве, дайк, вот он до этого и не лезет, если брякнулся, всё, он есть никогда в жизни не будет. Вот так они и определяют всё пауки. А так они, у них, у пауков беспредел. Ну, они вот для чего вот все эти-то плетут? Попалось-попалось, не попалось-не попалось, он голодный, на, сидит. Вот, вот так же у нас в мире должно быть, вот, человек должен так же питаться, надо. Есть пищи, кушает, нету, ну и не надо даже. И, главное, и не волнуйтесь, что у вас даже пищи в холодильнике ничего нету, вообще ничего нету. Это очень даже хорошо, когда у вас ничего нету, вот. Вы просто будете на много раз ещё здоровее, и у вас жизнь продлится больше, чем положено. А когда жратвы много, человек ест, это смерть равносил. А если у него постоянно жратва, всё, вот почему у нас вот повара, особенно вот повара, которые, да, они долго повара не живут, вы никогда не замечали? Вот заметьте когда-нибудь, повар долго никогда в жизни, в этом мире не живёт. И ещё раз объясняю, никогда, никогда. Он постоянно этот повар ест, ест, ест. А вот его что губит? Он много не живёт. А вот поинтересуйтесь вы, сколько повар живёт в лес. Вот никто не интересовался, а вот поинтересуйтесь, и узнайте тогда, сколько повар живёт. Вот и всё.